В Украине очень сильно поляризует мир, фактически вот этот вот разгон планеты по полюсам наблюдается практически, ну чуть ли не в каждой новости, которую мы сегодня пропускаем через себя. Во-первых, идет достаточно последовательная консолидация и укрепление террористического интернационала. Во вчерашнем стриме мы с вами говорили о одиночестве Русского рейха, но это одиночество, оно не противоречит тому, что укрепляются связи с террористическими организациями. Одиночество в плане цивилизационном, потому что, конечно, связь России с такими террористическими организациями, как Талибан, как Северная Корея, еминские хуситы, хамаски, сбала и так далее, это не цивилизационные связи, это ситуативные связи, ну такие вот, как бывают, так сказать, временные террористические группировки. И вот это укрепление террористического интернационала происходит буквально каждый день. В частности, вот вчера Шойгу во время встречи с заместителем премьер-министра Афганистана заявил о планах исключить Талибан из черного списка России. Это решение давно достаточно зрело, в частности, и Путин говорил о том, что, ну что ж, Талибан контролирует ситуацию в Афганистане, поэтому с ними надо поддерживать отношения. И вот в Государственную Думу вчера был внесен законопроект, который исключает Талибан из перечня террористических организаций. Ну и, естественно, в инициаторах по-прежнему та самая когорта фактических террористов, в частности, убийца-отравитель Андрей Луговой, знаменитый убийца Конституции Российской Федерации Андрей Клишес, Василий Пискарев и так далее. То есть, по сути дела, известная публика. То, что Талибан будет исключен из списка террористических организаций, это фактически решенное дело. В частности, по этому поводу очень суетится глава ФСБ Александр Бортников, который считает, что Талибан проводит очень важную работу по наведению порядка в Афганистане. Что за порядок Талибан наводит в Афганистане, хорошо известно. Вот буквально только что, в конце августа, очередная, так сказать, акция Талибана, это запрет женщинам в Афганистане говорить на публике, показывать лицо вне дома, петь и читать слух. Эти действия признаются пороком. И есть специальное министерство в Афганистане, министерство поощрения добродетели и предотвращения порока, которое уже отчиталось о том, что задержаны тысячи людей за несоблюдение норм шариата в стране. Ну, это, в общем, более-менее понятное движение в сторону действительно создания такого вот тоталитарного государства. Ну, фактически здесь можно говорить о некотором братском режиме. Еще один братский режим – это Северная Корея, с которым все теснее устанавливаются связи между Россией и Северной Кореей. И вот недавно было установлено, американскими исследователями установлено, что завод, он называется «11 февраля», это завод, который находится в городе Хамхун, расширяет производство баллистических ракет класса «Хвасон-11». Это баллистические ракеты средней дальности, дальность примерно, ну, по разным данным, 700, разные модификации, 700 и 900 километров, это ракеты средней дальности, которые поставляются Путину. И они уже используются для ударов по украинской территории. Так что консолидация вот этого террористического интернационала идет полным ходом. С другой стороны, на другой стороне этого противостояния консолидация евроатлантической цивилизации идет довольно медленно и противоречиво. Это особенность евроатлантической цивилизации, потому что, ну, действительно, там есть плюрализм, есть разные, так сказать, сдерживающие факторы, встречные, попятные движения. Но, тем не менее, в целом, если все-таки отвлечься от каких-то отдельных движений, то можно все-таки заметить некоторые признаки консолидации. Ну, в частности, вчера, наконец, администрация Байдена публично огласила снятие ограничений для Украины в использовании американских баллистических ракет «Атакамс» для ударов по российской территории. Ну, на самом деле, я думаю, что это, вот, ирония здесь не очень уместна, потому что это, на самом деле, как мне кажется, очень правильная последовательность шагов. Сначала эти ракеты наносят удары по российской территории, а затем уже объявляется о том, что ограничения снято. Это, мне кажется, достаточно правильная последовательность. То, что была утечка, это, как мне представляется, издержки, что называется, американской демократии. В понедельник вооруженные силы Украины нанесли удар по Курской области с помощью как раз вот этих вот ракет «Атакамс». То есть, это были удары по аэродрому Курск-Восточный. В результате был уничтожен российский ЗРК С-400. То есть, это, в общем, достаточно полезная история. Тут единственный вопрос, это, насколько я понимаю, сейчас очень трудно понять, о каком запас этих ракет у Украины, потому что они сейчас используются очень активно. Мы видим, что в одном случае шесть ракет использованы, в другом случае восемь. Сколько осталось, неизвестно. Но здесь, конечно, вопрос к администрации Соединенных Штатов Америки, насколько они готовы пополнять запас этих ракет. Иначе, вот это замечательное действие по снятию ограничений потеряет смысл. В любом случае, да, ну и кроме всего прочего, украинские дроны в Калуге атаковали нефтебазу и приборостроительный завод «Тайфун». Судя по съемкам, горело очень неплохо. И в конечном итоге этот удар по нефтебазе был достаточно точным. Что касается еще по поводу консолидации, значит, здесь в Европе вчера происходило совещание между руководством Великобритании и Франции по поводу того, каким образом оказать больше помощи Украине. И на встрече Макрона из Тармера всерьез обсуждалась посылка французских и британских войск в Украину для прямого участия в боевых действиях. Ну, я не знаю насчет результативности, насчет, так сказать, последствий этих разговоров. Ну, по крайней мере, они вызывают сомнения очень многих экспертов. Но, возможно, это будут ЧВК, западные, европейские, возможно, это будут какие-то технические специалисты. Но, в любом случае, мне представляется, важно, что эти разговоры настойчиво ведутся. И я полагаю, что какой-то результат здесь будет. У меня огромные сомнения по поводу того, что все-таки реально французские и британские войска будут принимать участие в реальных боестолкновениях с российскими войсками. Ну, скажем так, я буду очень рад ошибиться, но мне кажется, что европейский избиратель не очень будет приветствовать появление большого количества гробов из Украины, своих соотечественников. Но, в любом случае, ну, что касается ЧВК, я думаю, что здесь вполне возможно, и технические специалисты тоже возможно. То есть, на самом деле, то, что эти разговоры идут, это уже очень хорошая новость. Ну, и что касается предстоящих, так сказать, переговоров, то, значит, Майк Уолтс, это будущий советник Трампа по национальной безопасности, сообщил о том, что вот новая американская администрация в январе начнет серьезно обсуждать проблемы войны России с Украиной. Это будет, так сказать, связано с переговорами, кто будет за столом переговоров, как они рассядутся, эти участники, и каковы будут параметры соглашения. Это, безусловно, один из самых ключевых вопросов, но я думаю, что, скорее всего, мы об этом узнаем уже после 20 января. Вот такая диспозиция на сегодняшний момент, такая вот поляризация. У нас сегодня сокращенный утренний стрим, я думаю, что, возможно, часть вопросов, я не знаю, у нас будет вечерний, достаточно большой длинный стрим, это 22.00, я все-таки рассчитываю подготовить большой эфир, посвященный несвятой оппозиции, и, возможно, часть вопросов, которые я не успею обсудить, не успею ответить на ваши вопросы в ходе утреннего стрима, возможно, в вечернем стриме я на оставшиеся вопросы отвечу, но для того, чтобы не переносить на завтра. Ну, или уже сделаем завтрашний утренний стрим несколько более длинным, чем обычно. Итак, та часть вопросов, на которые я отвечу сегодня. Вопрос от Сея. Ну, так себя называет человек, хочет сверить часы, и дальше вопрос. Разве разыгрываемый во время избирательной кампании Илоном Маском миллион долларов не является подкупом? Никак общество, гордящееся и всюду декларирующее свое свободно, допустило это унижающее человечество достоинство акцию? Уважаемые коллеги, я с вами полностью согласен, я тоже считаю, что это, безусловно, подкуп. Я думаю, что, ну, слушайте, вы знаете, то, что на сегодняшний момент демократия в Соединенных Штатах Америки подвергается довольно серьезным ударам, мне это совершенно очевидно, это просто на наших глазах происходит, ну, чего стоит, например, чрезвычайная стремительность, с которой сейчас американские суды закрывают процессы против Трампа, то есть, ну, вот Трамп победил, значит, все, теперь уже американские суды и прокуроры отказываются от тех уголовных дел, которые были против него возбуждены. Ну, то есть, такая вот, такая вот достаточно, очень важная характеристика независимости американских судов. Понятно, что меня можно упрекнуть, что, так сказать, иди занимайся российскими судами, ну, с российскими судами все понятно, но в данном случае все-таки, поскольку мы все зависим очень сильно от того, что происходит в Соединенных Штатах Америки, то я не думаю, что это чисто внутреннее американское дело. Слишком большая страна, слишком влиятельная, слишком могучая, и слишком многое от нее зависит, чтобы мы могли рассуждать таким образом. Я думаю, что это тревожные процессы, и то, что происходило на выборах. Еще раз подчеркиваю, я не думаю, что вот эти миллионы долларов, которые потратил Илон Маск на поддержку компании Трампа, что они сыграли решающую роль. Трамп победил, победил уверенно, победил, безусловно, надежно, с запасом. Это очевидно, но это не означает, что то, что там происходило, не должно вызывать вопросов. Вызывает вопросы, и это важно фиксировать. Так что вы правы, часы у нас с вами, уважаемые коллеги, идут синхронно. Тарас Петренко задает вопрос. Очевидно, что ни по принуждению, ни по собственной воле Путин никогда не предстанет перед Международным уголовным судом. Он будет прятаться в бункере до смерти. Совсем другая ситуация у Нетаньяху. Ведь он не диктатор. Если он действительно не совершал военные преступления, он может явиться в Международный уголовный суд по собственной воле, дать объяснение, предоставить доказательства и выйти из суда с гордо поднятой головой и формулировкой все обвинения сняты в связи с отсутствием состава преступления. Так бы поступил невиновный и тот, кто не позволит топтать свое имя в грязи. Пусть сделает это. Заодно может подать в суд на прокурора Мус и на господ из ЮАР за клевету. Как вам идея? Но если же Нетаньяху проигнорируют Мус и будет избегать те страны, где могут арестовать, то есть будет вести себя как Путин, значит не зря Мус, как вы выразились, поставил их на одну доску. Ваше мнение. Уважаемый Тарас, во-первых, первое утверждение, что если Нетаньяху... Ну сначала чисто формально, логический пробел в вашем высказывании, как мне кажется. То, что если из того, что Нетаньяху не сдается на милость Международного уголовного суда, это означает, что не зря Международный уголовный суд поставил его на одну доску с Путиным, это логическая ошибка не следует. Понимаете, дело в том, что ошибочность и, с моей точки зрения, преступная ошибка Международного уголовного суда, который поставил Нетаньяху на одну доску с Путиным, она заключается в том, что в данном случае Путин, это фашистский агрессор, который... Это не клеймо, это просто факт. Это агрессор, который уничтожает народ Украины. Народ Украины не нападал на Россию, Украина не нападала на Россию. А Нетаньяху, это глава государства, который пытается спасти свой народ от терроризма. Это просто очевидные факты. Просто, понимаете, сама ситуация Нетаньяху и Путина, она диаметрально противоположна. Просто диаметрально противоположна. И именно в этом заключается неправильность постановки их на одну доску. А то, что и тот, и другой избегают явки в Международный уголовный суд, это совершенно не означает, что их можно ставить на одну доску. Понимаете, я не знаю, как вам объяснить, уважаемый Тарас. Если, например, по одной улице идут правозащитник и преступник, это не значит, что их можно ставить на одну доску. Хотя они внешне ведут себя одинаковым образом. Идут по одной улице. Но это не значит, что их можно ставить на одну доску. Надо разбираться в сути, а не в внешних характеристиках поведения. Это формально. А теперь, что касается вашей идеи. Понимаете, если бы господин Нетаньяху был правозащитником или каким-то просто творческим человеком, которого в чем-то обвинили, то теоретически могла бы быть такая идея, что надо действительно явиться в суд и превратить этот суд в процесс над Международным уголовным судом. Это могло бы быть так. То есть, теоретически можно было бы предположить, что такого рода, скажем, частное лицо, правозащитник поступил бы таким образом. И это имело бы какое-то объяснение, оправдание. Представить себе. Давайте, уважаемый Тарас, додумаем до конца последствия вашего предложения. Итак, глава воюющего государства, главнокомандующий воюющего государства, а Израиль это воюющее государство, добровольно сдается Международному уголовному суду, его арестовывают, и начинается длительный процесс над ним, который будет тянуться годами. Все это время глава государства, Израиль, будет находиться в гаагской тюрьме. Вы хорошо себе представляете вообще саму эту процедуру? Проблема же не заключается в том, что лично гражданин Нетаньяху должен снять с себя обвинение. Это обвинение будет сниматься, сейчас этим занимаются адвокаты Нетаньяху, израильские адвокаты, которые разбивают в пух и прах обвинение Международного уголовного суда. Понимаете, то есть, на самом деле, здесь просто, если бы, например, вдруг Нетаньяху последовал вашему совету, то он вверг бы Израиля в тяжелейший политический кризис. Тяжелейший политический кризис. То есть, зачем это делать, непонятно. Ради того, чтобы вы или кто-то другой сказали, ну вот молодец, смотрите, как смело, как правильно поступил. Это абсолютно невозможное и безответственное поведение. Ну и кроме всего прочего, понимаете, уважаемые коллеги, я думаю, что тенденциозность в данном случае и прокурора, который, так сказать, является практикующим мусульманином, и который явно, абсолютно предвзят в отношении вот этого противостояния террористов Хамас и Израиля, он явно здесь на стороне Хамаса, совершенно очевидно. И поэтому, ну, в какой-то степени вот эта сдача в плен, она, с моей точки зрения, являлась бы просто государственным преступлением со стороны главы израильского государства. Поэтому я думаю, что эту идею Нетаньяху не примет и правильно сделает. Теперь, так, мыс Горн, так называет себя человек, у которого есть вопросы и советы аудитории. Совет первый. Если вы находитесь в России, смените реальное имя, фамилию на что-то такое, чтобы вас не могли найти. Есть уже история, что по комментарию на Ютубе к человеку пришли. И, ну, что ж, я думаю, что имеет совет дельный. Второй. Это уже, я так понимаю, комментарий. У вас часто спрашивали, как общаться с сумасшедшими родственниками, верующими Путину. Я живу с человеком и его мамой, и его мама очень подвержена пропаганде. Особенно я заметил, что это происходит после всяких заявлений Путина. Я очень бесился и бывало ругался с ней за ее людоедскую позицию. Очень тяжело было. Но потом выработал такую защиту в голове. Я стал повторять в мозгу одну мысль, иногда она, когда она начинала истерить, про защиту русских и так далее. Я крутил в голове фразу. Вас никто не спрашивал и спрашивать не будет. Ваше мнение никому не интересно. И знаете, стало гораздо спокойнее. Это, я так понимаю, такая форма медитации. Может быть, вам помогает. Не знаю. И вопрос от Мыса Горн. Как думаете, обмен ядерными ударами неизбежен? Сейчас нет, но в будущем я считаю, что неизбежен. Я так не считаю. Я не считаю, что здесь есть что-то неизбежное. Опять-таки, я не понимаю, почему это должно быть неизбежно. Я не вижу никакой фатальности в этом я не вижу. Если фраза про ружье, которое висит на стене, то далеко не все ружья, которые висят на стене, стреляют. Некоторые из них просто разряжены. Вопрос от Юлии. Сейчас все думают, какой шаг сделает Путин в следующий раз. Учитывая, что принцип его действия постоянно повышает градус напряжения, но при этом самому оставаться в безопасности. Разве не логично предположить, что он ударит ядерным оружием по своей территории? Курская Белгородская область напугает всех и самому ответка не прилетит. Территория же своя, что вы об этом думаете? Ну, Маргарита Симоньян уже не раз предлагала долбануть ядерным оружием по, так сказать, где-нибудь в Сибири. Ну, я не знаю, может быть, Маргарита Симоньян как-то уверена в том, что Сибирь далеко, ей не жалко. Но я думаю, что Курская Белгородская область – это не те регионы, по которым Путин готов ударить ядерным оружием. Где-то провести какое-то демонстративное испытание ядерного оружия на севере, в каких-то безлюдных местах, скорее всего, это возможно. А Курская Белгородская область – это вряд ли. Константин, точно, чтобы что. Чтобы, так сказать, я с трудом представляю себе мотивацию и последствия этого поступка. Думаю, что это исключено. А вот, действительно, удары где-то в каком-нибудь северном безлюдном острове – вполне возможно. Вопрос от Константина. Почему вы берете интервью украинских лжецов, пропаганду которых мы можем послушать на телемарафоне? Вы можете пригласить на интервью реального украинца-уклониста и узнать причины его протеста? Вы знаете, ну, во-первых, я не знаю, кого вы называете украинскими лжецами. Я у украинских лжецов интервью не беру. Я беру интервью у, ну, скажем так, беседу. Это даже не совсем интервью, это беседы с самыми разными людьми, представителями украинского экспертного сообщества. В некоторых случаях это украинские политики, и они не являются лжецами, они являются представителями разных точек зрения на ситуацию в Украине. Поэтому, не знаю, я буду продолжать. То есть, с теми людьми, с которыми я беседую, практически нет ни одного, с которым я хотел бы прекратить общение. У меня нет для этого основания, я считаю, что это очень полезный разговор. Да, некоторые из экспертов, которых я приглашаю, вызывают возмущение у одной части аудитории, другие у другой, но ни один из них не является лжецами. Ну, по крайней мере, я не думаю, что кого-то из них можно таковым назвать. Что же касается вашей идеи, уважаемый Константин, взять реального украинца-уклониста и с ним побеседовать, это возможно. Весь вопрос заключается в том, захочет ли этот человек. Во-первых, это возможно идея. Я еще раз говорю, я не отвергаю эту идею, потому что это может быть интересный разговор, но человека, который согласился бы дать такое интервью, надо найти. И, ну, тут еще важно, чтобы это был человек, который, так сказать, согласился бы, потому что это, в общем, рискованно, потому что это, насколько я понимаю, уголовное преступление в Украине. И надо, ну, скажем так, надо, чтобы это был человек, беседа с которым действительно вскроет какие-то серьезные проблемы, а не просто так. Так что идею отвергать я не могу, но пока я к этому не готов чисто организационно. Вопрос от Алексея. У меня вопрос по итогам вашего разговора с Владиславом Иноземцем. Откуда наши уважаемые докладчики берут свои статистические данные? Я имею в виду Иноземцева, Алексашенко и Некрасова. Неужели они действительно уверены в надежности и правдивости данных, публикуемых российским правительством? Владислав Иноземцев утверждает, что население получает, по крайней мере, номинально существенно большую зарплату, чем в прошлом году. У меня есть, как говорится, весть из полей. В строительстве зарплаты остались на прошлогоднем уровне. У сотрудников полиции урезали премии, а клади остались прежними. Подозреваю, что у медиков и учителей ситуация не намного лучше. Так почему вышеперечисленные экономисты так доверяют официальной российской статистике? Или они используют другие источники экономической статистики? Какие? Возможно, вы знаете ответ на этот вопрос. Уважаемый Алексей, я, честно говоря, не копался в исходниках. Не знаю, какими данными пользуются эти три автора. Могу только сказать, что я, например, когда пытаюсь что-то понять из того, что происходит в России, у меня много самых разных индикаторов. Например, когда речь идет об уровне жизни, то я использую разные данные. И, в частности, помимо официальной статистики, которой можно доверять, можно не доверять, это отдельный вопрос. Но я, например, использую данные Mark Research. То есть, в частности, исследовательская группа Ramir, она проводит анализ по чекам, по покупкам. И у нее постоянная статистика, то есть, скажем, уровень средней покупки, причем по регионам, там достаточно подробный большой массив берется. И это достаточно объективная вещь. То есть, условно говоря, понятно, какова покупательская способность российского населения. Это громадный массив, обрабатывается ежемесячно, они делают доклад, очень интересный. И мы понимаем реально, что происходит. То есть, как люди расходуют свои деньги. Косвенный показатель. То есть, есть огромное количество индикаторов, которые можно брать, и которые действительно, реально отражают ситуацию в России. То есть, совершенно не обязательно брать только официальную статистику. Есть рынок, есть структура, которая обслуживает этот рынок. И поскольку они обслуживают рынок, то они дают более-менее объективную статистику, иначе им бы никто не доверял. Так что, я в своей работе использую, в частности, обязательно несколько источников. Насчет трех уважаемых авторов не знаю. При случае спрошу. Вопрос от Владимира Викторовича. Несколько вопросов. Первый. Недавно вы отвечали на довольно некорректный вопрос одной из слушательниц по поводу желчи в заголовках в ваших стримах в сравнении со стримами Юрия Борисовича Швеца. Следует ли тратить ваше драгоценное время на подобные некорректные вопросы? Понимаете, если я буду отвергать те вопросы, формулировки которых мне не нравятся, то я буду превращать наше общение в такое достаточно комфортное для всех, для нас, но лишенное какой-то перспективы существования. То есть, я готов отвечать на неприятные вопросы, в частности, некорректные. Нет, ну, есть границы, конечно. Я уже не раз говорил о том, что там вопросы, которые содержат в себе оскорбление или хамство, я, конечно же, пропускаю. Более того, если идет просто откровенное оскорбление, то таких комментаторов я просто баню. Ну, а вот что касается некорректных вопросов, ну, почему нет? Вопрос 2. Если слушатель находится вне территории России, насколько безопасно поддерживать ваш канал материально через приведенные на экране QR-коды? Абсолютно безопасно. Конечно, безопасно. Я не вижу никакой опасности. Да, что касается людей, которые находятся на территории России, то, конечно, поддерживать наш с вами канал нецелесообразно. Да и невозможно. Но даже если есть какая-то возможность, не надо этого делать, потому что мне получить от вас какую-то сумму и после этого думать о том, что вы можете подвергнуться каким-то проблемам, это совершенно не нужно. Я до сих пор не могу себя простить, извините, до сих пор не могу себя простить, что я не сразу после того, как против меня там, ну, и иноагент, и враг народа, и так далее, и экстремист, я оказался в России. И я не сразу, еще до того, как, так сказать, понял, что надо убирать из попрошайки российские карты, там, значит, соответственно, Сбербанка и так далее, то есть у меня было несколько российских карт, и я не сразу, несколько дней они продолжали находиться на, на, так сказать, в описании, и несколько человек пострадали из-за того, что пытались мне каким-то образом помочь. Это до сих пор такое пятно на моей совести, грех на моей совести, за который мне стыдно. То есть я не сразу среагировал. Надо было это делать мгновенно, но вот, к сожалению, к сожалению, не сообразил. Так что, конечно, находясь в России, помогать мне просмотрами, комментариями, критикой, вопросами, но не финансовой помощью. А что касается, если вне территории России, то, конечно, какие проблемы? Я благодарен за любую помощь, и моральную, и материальную, и любую другую. Вопрос третий. Полностью поддерживаю ваши критические замечания в адрес Юлии Навальной, ее сподвижников, но не кажется ли вам, что публичная критика в их адрес на данном этапе приносит больше вреда, чем пользы? Не лучше ли поговорить с ними в более узком кругу, например, в рамках форума «Свободная Россия» разъяснить ошибочность их позиций, тем самым направить их на правильную сторону истории? Ведь это популярные политики, их принимают и слушают на Западе, а нынешняя роль и политические амбиции Юлии Навальной вполне логична, просто у нее пока мало собственного политического опыта. Более того, критикуя ее претензии на лидерство в оппозиции, вы, к сожалению, не называете такого лидера, а он явно нужен. В рядах современной эмиграции много блестящих имен, и никто из них на лидерство, кроме Мальцева, публично пока еще не претендовал. Хотелось бы услышать ваше мнение по данному вопросу. Первое. Никто из представителей ФБК, Юлия Навальная, в частности, не появляется на форумах «Свободная Россия», и поэтому возможность обсуждать с ними их политическую тактику и стратегию является чисто умозрительной. Такой возможности нет. Они избегают контактов, они не идут на контакт. И тут, понимаете, какая штука? Дело в том, что если бы я предполагал хотя бы на секунду, что это то, что они делают и говорят, это добросовестное заблуждение, то, наверное, ваше замечание и ваш совет был бы актуален. Но дело в том, что это не так. Дело в том, что эта позиция абсолютно незыблемая. Они находятся в абсолютно таком вот железобетонном коконе. Так сказать, это ФБК уже стремительно превращается в секту и попытка диалога исключена. Просто исключена. Так что это не ошибка, это не заблуждение, а это позиция. Позиция достаточно сектанская и каким-то образом с помощью критики, с помощью диалога изменить это невозможно. Вот. Да, что касается лидера, вы знаете, я не думаю, что сегодня вообще актуален и есть запрос на какого-то лидера, потому что когда, то есть, вот лидер, чтобы что? Чтобы вести куда? То есть, понимаете, на сегодняшний момент я глубоко убежден, что единственное реальное дело это помощь Украине. Это помощь Украине и это серьезная поддержка тех внутренних движений и внешних движений в России, которые способствуют ее деколонизации. И в том числе формирование каких-то вооруженных отрядов, которые сейчас сражаются бок о бок с вооруженными силами Украины. Нужен ли для этого лидер российский? Не знаю. Когда изменится ситуация, он появится. На сегодняшний момент лидерство, борьба за лидерство в российской оппозиции выглядит просто как игра в царь горы. Лидерство ради лидерства. Никаких шансов принять участие в выборах, в ходе которых может появиться демократический президент. Это все утопия, этого ничего нет. Поэтому лидерство за то, чтобы единолично представлять российскую оппозицию перед Западом, это то, чего добиваются ФБК и Юлия Навальная. Это, на мой взгляд, даже как-то немножко неприлично, потому что я не уполномочивал никого говорить от своего имени. на сегодняшний момент есть несколько групп, которые добиваются разговора с западным истеблишментом, ну и пусть они этим занимаются, говорят от своего имени. То есть, мне представляется, что выдвижение какого-то единого лидера российской оппозиции на сегодняшний момент это ложная цель. Просто ложная цель. Если до конца додумать вот для чего это, то становится понятно, что кроме удовлетворения амбиций за этим ничего нет. Так, вопрос четвертый. Уделяете ли вы внимание своему здоровью? Спасибо большое, уважаемый Владимир Викторович. Я вам благодарен за заботу. Так, и вопрос от Тани из Великобритании. Вопрос возникший после вашего пятничного стрима с Владиславом Иноземцевым. Что вы думаете о его отношении к российской оппозиции, о его отторжении любой критики в адрес ФБК и любых других организаций и отдельных представителей? Уважаемая Таня, я думаю, что позиция Владислава Иноземцева, она, это позиция, с которой я совершенно не разделяю. Моя задача была не дискутировать с ним, а дать ему возможность высказать свою точку зрения. И вы видите, оказалось, что это правильно, потому что он высказал точку зрения, вы с ней не согласны. Этого достаточно. Я думаю, что эта позиция в какой-то степени корреспондируется с вопросом, который задал Владимир Викторович, предыдущий участник нашего обсуждения. Эта позиция такая, что надо всем сплотиться, вот я не понимаю, сплотиться, чтобы что? Понимаете, сплачиваться, например, с тем же самым, здесь Владимир Викторович упомянул Мальцева, вот сплачиваться с Мальцевым, который занимается провокациями, который является просто провокатором, это доказано, и продолжает заниматься этими провокациями. Сплачиваться с Мальцевым, не понимаю, зачем. Сплачиваться с Альфредом Кохом, который в каждой своей публикации обязательно считает нужным легнуть украинское руководство. Все они делают не так. И Зеленский все делает не так, и смешно все делает, и глупо все делает. Непонятно только, каким образом Украина уже скоро три года успешно противостоит превосходящим силам противника. не понимаю, в чем смысл сплачивания. Сплачиваться с Латыниной? Понимаете, где граница сплачивания? Сплачиваться с Юлией Навальной, которая говорит о том, что зачем давать оружие Украине, потому что оно, это оружие стреляет в россиян. И вообще есть позиции у людей, которые считают, что нельзя хотеть, нельзя призывать к поражению России. У нас диаметрально противоположные взгляды. И поэтому я считаю, что критика, выяснение кто есть кто, это полезная работа. Вот этот режим в духе Ката Леопольда «Давайте жить дружно». Ну, давайте. Ну, это другая история, понимаете. Поэтому я думаю, что Владислав Леонидович не прав. И я считаю, что это ошибочная позиция. Но Владислав Леонидович, что называется, любим мы его не за это. Он серьезный эксперт, экономист, человек, который много знает и обладает широким кругозором поэтому я буду приглашать и таких людей тоже. Спасибо.